Привет, ребят! С вами канал Maros Life и сегодня с последними реалиями апреля будем говорить о новостях в Чехии, которые сейчас происходят в апреле месяце. Самая первая новость, ребят, то, что премьер Чехии Андрей Бабиш на последней пресс-конференции сказал, что чрезвычайное положение продлевать больше не будем. Так что действие, как вы знаете, последнего чрезвычайного положения в Чехии сейчас идет до 11 апреля, а дальше правительство уже не планирует продлевать, не будет просить парламент о его продлении. Так что походу конец этого чрезвычайного положения под номером 2. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, не хочется ничего говорить плохого, но по словам министра здравоохранения необходимости в этом чрезвычайном положении уже больше не будет, потому что сейчас идет все на такой большой спад по сравнению с началом марта, как было. Вот поэтому не будет поднимать вопрос о его продлении, ну а дальше будет уже действовать на основании пандемического закона. Вот одновременно с режимом ЧП в республике прекратят действовать и некоторые карантинные меры, которые не могут быть заново введены на основании пандемического закона. Речь идет конкретно о ограничении свободы передвижения. Это сейчас такой один из самых важных моментов. Это комендантский час и запрет поездки между окрасами, то есть между округами. Бабиш подтвердил, что эти две меры перестанут действовать с 12 апреля. Так что таким образом, ребят, с 12 апреля жители смогут свободно путешествовать по всей Чехии. Это касается и тех иностранцев, которые проживают здесь в Чехии. Так что можно ездить кому-то вправо, кому-то в Брно, кому-то в другие места, на замки путешествовать. Надеюсь, погода тоже этому будет способствовать, поэтому наконец-то уже будет это действие введено. Большинство остальных ограничений, которые остаются на данный момент в силе, в том числе запрет на работу ресторанов, магазинов, сфер услуг продолжат действовать, пока ничего отменять не будет. Но опять же все зависит от того, какая будет эпидемиологическая ситуация. Если улучшится, либо опять же будет идти в таком снижающемся темпе, то рестораны, магазины, там открытые площадки ресторанов, по крайней мере, возможно откроются в конце апреля. Так заявил министр внутренних дел Янга Мачек. Ну а там посмотрим, как оно будет в реальности. Ну и что вам хочется, конечно, сказать, отметить, то что чрезвычайное положение в Чехии второе, да, длится непрерывно вот с 5 октября 2020 года. Это самое большое чрезвычайное положение в Чехии. Вторая новость это школы. Школы в Чехии снова откроются, ребят, вроде бы, если все нормально, опять же с 12 апреля, то есть после окончания чрезвычайного положения. Что будет там? То есть в городах и областях Чехии с плохой эпидемиологической ситуацией и школы, вероятно, останутся закрытыми. Ну это опять же точечно. Для тех регионов, в которых ситуация позволяет вернуть школьников в классы, будут действовать определенные правила. Школьники будут обязаны носить медицинские маски и либо респираторы, а также проходить антигеные тестирования на коронавирус два раза в неделю. Честно, я пока не могу понять, как это будет с этим тестированием, кто будет делать специальные фирмы, как на тестирование происходит на фирмах, на работах, либо уже будут такие специальные тесты, там считал, что вроде бы будут специальные тесты, которые могут детки себе сами там чуть-чуть в носик давать и уже получать результаты. Как оно будет, на самом деле, я не знаю. Классы будут регулярно проветриваться. Для первой степени начальник школ будет действовать ротационная система, то есть ученики будут ходить в школы по очереди и меняться каждую неделю. Тоже честно в голову не укладывается, как это все будет происходить. Мой ребенок будет в школу ходить, поэтому на этом вопросе буду акцентировать внимание и потом уже позже вам расскажу, как же реально идет. Следующая новость тоже немаловажная. Минздрав Чехии Ян Блатнэ изменил условия въезда в страну. Тоже есть такая интересная новость, из-за чего все началось? Из-за того, что Пражский городской суд отменил требования Минздрава, согласно которому люди обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус при возвращении в страну из-за границы. Здесь, ребят, внимание касается это конкретно чехов, то есть не всех подряд, не иностранцев с ВНЖ, ПМЖ, а конкретно чехов. То есть там были у них качели, суд реально посчитал это неправильным. И ввели решение вот с 5 апреля, что чехи, которые возвращаются в свою страну, родную в Чехию, не должны сделать тестирование, потому что это как бы кажется, что страна их наказывает таким образом, потому что они вернули свою страну. Ну короче, там целая Катавазия. В итоге, в ответ на решение суда Минздрав внес изменения в правила, поэтому с понедельника уже 5 апреля тест нужно будет сделать только людям, приезжающим из стран, где по мнению властей очень высокий риск заражения коронавирусом. То есть эти государства на карте отмечены темно-красным цветом. Ну а темно-красный цвет, ребят, это как раз бывшие все страны СНГ, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. И туда относится еще Великобритания и там еще несколько стран. То есть там реально все должны сдавать. Правила действуют по старинке. Для чехов же чуть-чуть изменились правила, поэтому при возвращении стран с высоким и средним риском заражения, предварительный тест потребуется только у чехов, опять же повторюсь, при использовании общественного транспорта. Кто возвращается на машине, например, там с Германии, там либо еще с Хорватии и так дальше, то там тесты не нужны. Ну опять же, нас это не коснулось, имеется в виду темно-красные страны, поэтому нас это не касается. Но новость вам говорю, чтобы вы знали, были в курсе. Следующая новость, которая уже давным-давно была озвучена, это перепись населения. Напомню, идет с 27 марта по 11 мая. Все иностранцы, которые живут здесь по долгосрочному пребыванию, либо рабочие карты, ВНЖ, ПМЖ, отрывал и побыт, должны пройти обязательную перепись. Кто не прошел, может получить штраф до 10 тысяч крон. То есть на данный момент люди могут отправлять данные с помощью онлайн-форм в интернете, либо с помощью приложения на смартфоне. Я вам скажу, мы уже его прошли, сделали. Первый день оно ничего не работало. Говорил об этом потом, а в следующий день все заработало. Там все очень просто, сложностей никаких нету. Напомню, максимальный срок продлили до 11 мая. Ну и переходим к хорошим новостям. Летом авиаперевозчики SmartWinds и Czech Airlines, часа которые будут выполнять рейсы из Чешской республики, 74 пункта назначения в 21 стране. Точная дата возобновления авиасообщения будет зависеть от развития, опять же, ситуации с коронавирусом. Кто не в курсе, я говорил тоже ранее, SmartWinds и Чеса оказались в затруднительном положении из-за кризиса с короной и отмены многих рейсов. Поэтому направления возобновляются, долги они там погашают, берут сейчас ссуды, оплачивают свои там почти 2-х миллиардные долги. Вот, и будет все это потихоньку возобновляться. Так что, все работает. Ну и хочу в конце вам озвучить информацию о работе в Чехии. Ситуация, конечно, с работой в Чехии везде разная. У нас, допустим, март был такой тяжеленький, потому что была шестидневочка. Каждый день работали, кроме воскресенья, были рабочие субботы. Это конкретно по своей фирме говорю. Ну, а везде, опять же, ситуация разная. Где-то много работы за счет тех людей, которые сейчас сидят на карантине, находятся с СДЖ короной. Где-то дают только обычный минимум по 160 часов, потому как нет заказов, есть перебои с поставками материала, ну и разные другие ситуации. Поэтому, ребят, кто уже работает в Чехии, делитесь информацией в комментариях здесь под видео. Очень важная информация для тех людей, кто интересуется работой в Чехии, чтобы другие люди просто понимали общую происходящую ситуацию с работой. Поэтому, я не думаю, там ничего сложного, никаких секретов ни у кого не будет. Ну, а кого интересует работа в Чехии на три месяца, обращайтесь вот к этим проверенным ребятам, которые трудоустраивают на работу в Чехии. Об этом делали специальное видео. Видеоконтакты можете найти под каждым нашим видео. Пишите, звоните, он все полностью расскажет, что, где и как. Ребят, вот такие вот новости, которыми я хотел с вами поделиться. Надеюсь, заработал на свой лайк. Так что ставьте лайки. Кто забыл еще подписаться, подписываемся, ставим колокольчики. Не пропускаем все важнейшие видео и события, которые будут происходить на нашем канале. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующем выпуске. И до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.